В Петербурге на сцене Большого концертного зала наконец-то состоялось грандиозное шоу-музыка в темноте. Из-за пандемии мероприятие переносилось несколько раз. И вот сегодня, после гастролей по всей России, артисты выступили для зрителей родного города. Вивальди, Бах, Беллини, Грик – классическая музыка в исполнении виртуозов Петербурга, 3D-графика, скрипачка Евгения Зима и полная темнота, без нот, без дирижера. На сцене солисты Михайловского и Мариинского театра, участники масштабных телевизионных шоу. Дмитрий Олейников выступал в проекте «Танцы». А Илья Римар – участник проекта «Голос». Исполнитель солирует и во втором шоу Евгения Зимы. Вивальди – любовь и смерть Венеции. Непредаваемые эмоции, сложно передать, можно почувствовать только стоя вот так вот на сцене, ощущая вот эту вот энергию. Но на самом деле это вот такой обмен, обмен энергии всегда, потому что ты отдаешь максимум себя и получаешь вот эту вот любовь. Со своим коллективом Евгения Зима гастролирует уже год. Музыканты нашли общий язык с первой репетиции. С тех пор понимают друг друга с полутона. Вот они просто лучшие. И каждый в своей области. И очень здорово, что удалось собрать таких людей, которые кто-то из джаза, кто-то из рока, кто-то из ламенко. Выступать перед публикой в родном городе – особое чувство. Это очень ответственно, но в то же время это, наверное, одно из самых больших удовольствий для артиста и петербуржца. Коллектив Евгения Зимы гастролирует по всей России. В каждом городе участники переживают перед выходом на сцену, но с волнением справляются. Если ты будешь волноваться, у тебя будет меньше гонорар, и ты перестаешь сразу волноваться абсолютно. Ну, ты думаешь, а зачем волнение? Зрители остались под впечатлением. Большинство даже не смогли выделить лучший номер, потому что запомнилось абсолютно все. Отпад, отпад. Вот так вот. У меня слов нет, эмоций нет. Потрясающее шоу, эмоции на высоте. Очень понравилось. Просто вот. Сегодня наполнилось эмоциями, ощущениями. В темноте это настолько соединяет именно с музыкой. Меня прямо распирает все классические произведения в такие знакомые, любимые. И в такой аранжировке, в такой подаче. В общем, я в восторге. АПЛОДИСМЕНТЫ Марина Долотова, Иван Гласов, специально для телеканала СОК. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...